Здравствуйте! В этом видео я покажу, как просто и быстро сшить эко-мешочки. Если вам не нравится шуршание пакетов, или вас расстраивает то количество пластика, которое вы используете и выбрасываете, то сшить многоразовые прочные эко-мешочки. Для них нам потребуется сетка. Я использую еврофатин. Он невероятно тонкий, невесомый, но при этом экстрапрочный. Его можно растягивать в любую сторону, и он не разрывается. Обязательно при выборе материала сетки проверяйте его на прочность. Нам потребуется примерно 80-90 см сетки в длину. И количество мешочков, которые вы можете сшить, зависит от ширины материала. К примеру, бывает фатин шириной 300 см. И из такого отрезка можно сшить 10 мешочков. При ширине 150 см можно сшить 5 мешочков. Также при выборе материала обращайте внимание на то, чтобы он не был очень сильно эластичным. В магазине можно найти похожий материал. Его часто называют сетка стретч. Так вот, он растягивается во все стороны очень сильно. Мешочки из такого материала не очень удобно использовать, поскольку они вытягиваются и теряют свою форму. А еврофатин имеет долевое и, скажем так, уточное направление. Вдоль кромки фатин практически не тянется, и это очень хорошо. А вот по уточному направлению, поперек кромки, он немного растягивается. Во многих магазинах фрукты и овощи взвешивают не на кассе, а вам необходимо делать это самостоятельно. А значит, будут наклейки со штрих-водом и стоимостью. Нам необходимо сделать небольшие бирки, вкладыши, для того, чтобы прикреплять эти наклейки. Для этого нам потребуется небольшой отрезок для бирок, вкладышей. Идеально использовать плащевку. Наклейки к ней отлично приклеиваются и безопасно отклеиваются. Также потребуется шнурок. На один мешочек необходимо примерно 60 см шнурка. Также для того, чтобы не завязывать шнурок, очень удобно использовать зажимы стопера. Для одного мешочка один стопер. В длину мешочек необходимо скроить подалевой, для того, чтобы, когда мы положили в него что-то, он не вытянулся в длину. Итак, нам необходимо раскроить полоску длиной 80-90 см по долевой, то есть вдоль кромки, а шириной примерно 30 см. Складываем полоску пополам и скрепляем срезы. Нам необходимо проложить две строчки по двум боковым сторонам на 3-5 мм от края. При этом с одной стороны боковой срез сверху мы должны оставить незастроченным примерно на 4-6 см. Место сгиба, которое у нас получилось, будет донышком мешочка, то есть нижней его частью. Сейчас мы стачиваем срезы по долевому направлению сетки. И если вы заметите, что машинка немного собирает фатин, то есть строчка получается достаточно натянутой, то можете немного подрастягивать срезы фатина. Но прежде всего отрегулируйте натяжение машинки. Если настройки не помогают, то лучше всего немного подтягивать фатин спереди и сзади. Проложили строчки и выворачиваем мешочек наизнанку. Из плащевки скроим вкладыш. Размеры могут быть на ваше усмотрение. У меня это примерно 8 на 5 см. Складываем его пополам. Чуть позже мы пристрочим его к мешочку. Проложили строчку по боковым сторонам мешочка на 3-5 мм. Теперь выворачиваем мешочек, и нам необходимо будет проложить еще одну строчку. То есть мы будем обрабатывать боковые стороны мешочка бельевым швом. В результате строчка получится двойной, а значит в два раза прочнее и надежнее. К одной стороне вовнутрь вложим вкладыш из плащевки и прострочим вместе с ним. Помните, мы оставляли отрезок 4-6 см незастроченным. Прокладывая вторую строчку, мы также оставляем незастроченным этот отрезок. Выворачиваем мешочек на лицевую сторону. Вкладыш должен остаться снаружи. Нам остается обработать только верхний срез, и для того, чтобы ввести туда шнурок, мы сформируем простую кулиску. В том месте, где мы оставляли непростроченный, непрошитый участок, мы складываем срез пополам, у меня это 2 см, и затем еще раз на 2 см. Можно отвернуть этот припуск на изнаночную сторону и оставила на лицевой стороне, поскольку срезы будут все равно закрыты и аккуратны. Таким образом, мы получили двуслойную кулиску. Закрепляем булавками и то же самое повторяем по всему верхнему срезу мешочка. Отгибаем срез два раза на изнанку, либо на лицевую сторону. И после этого нам остается только проложить строчку по нижнему краю кулиски, примерно на 1-2 мм. Здесь сетку лучше всего не растягивать, поскольку поперек мешочка по уточному направлению, она и так прекрасно растягивается. С помощью булавки вводим шнурок вовнутрь кулиски, проводим его вдоль всей кулиски. Можем оставить небольшие хвостики, примерно в 5 см, а затем кончики вводим вовнутрь зажима стопера. Соединяем концы, завязываем в узелок. И на этом наши мешочки будут готовы. Мешочки эластичные и немного растягиваются в ширину, и это хорошо, а в длину они практически не тянутся. Редактор субтитров А.Семкин